Как дела ребята, Джефф и Алекс на связи. Сегодня я покажу вам очередные 5 упражнений, в которых многие ошибаются. Независимо от того, на каком этапе вашей билдерской карьеры вы находитесь, будь то новичок или более опытный атлет, я раз и навсегда исправлю косяки в этих упражнениях, чтобы вы никогда не беспокоились о том, что делаете их неправильно. Давайте начнем разбирать их по порядку. Причина, по которой эти 5 упражнений вызывают наибольшие проблемы, опять же, не только в том, что они наиболее распространены, но и в том, что они позволяют вам работать с читингом или определенной помощью. Вот, к примеру, ягодичный мостик, хороший пример этого. Вам сказали, что нужно поднимать таз до полного разгибания бедер, но знаете ли вы, что положение вашего таза имеет огромное значение? Если вы выполняете упражнение с передним наклоном таза, то есть опускаете бедра вниз и наклоняете тазобедренные кости вперед, угадайте, что происходит. Ваша поясница берет на себя всю работу, потому что ягодичный не очень эффективно выполняет свою работу в положении переднего наклона таза, поэтому поясница будет выполнять больше работы. И угадайте, что происходит, когда у вас слабая поясница? Да, вы ее травмируете. Поэтому вам нужно убедиться, что вы делаете это из заднего наклона таза, то есть как бы закручиваете таз вовнутрь на себя. Вы также выполняете полное разгибание бедер, но опять же вы делаете это правильным способом и с использованием правильных мышц. Теперь перейдем к упражнению, в котором этот недостаток менее заметен, но менее проблематичен и поговорим о подтягиваниях. Если вы выполняете подтягивания со скрещенными коленями, как сейчас, то вы делаете подтягивания не лучшим образом, потому что допускаете то, что я называю утечкой энергии в упражнении. Утечка энергии – это когда вы не создаете эффективную линию тяги на протяжении всего упражнения. Другими словами, сила, передаваемая через руки для подъема тела над перекладиной, рассеивается через слабые места, которые вы создали, просто позволив ногам болтаться под вами. Если вы сделаете это, а именно поставите ноги перед собой вот так, то создадите гораздо более эффективную передачу силы через руки, чтобы поднять тело в пространстве. Опять же, выполняя это упражнение, вы получите больше пользы. И даже когда вы устали и подходите к отказу, следите за тем, чтобы ноги не вернулись в согнутые в коленях положение. Продолжайте в том же духе, и я обещаю не только лучшее выполнение, но и лучшие результаты. А лучшие результаты на тренировках – это то, ради чего многие тренируются, даже если только для себя. Но если вы не наладите все аспекты восстановления после них, будь то питание, сон, эмоциональный фон, то результатов не будет. Именно поэтому в одном из своих видео я говорил о том, что спортивные добавки здорово нам помогают в этом. Я указал самые необходимые для этого без лишнего вороха. Поэтому специально для вас в описании я подготовил список этих добавок с ссылками на каждую. Перейдя по которым уже на сайте Добромильфит, вы можете почитать подробное описание о работе каждой добавки с отзывами. И после чего приобрести с быстрой доставкой по всей России. А при заказе от 7000 рублей доставка для вас бесплатна. Здесь на сайте вы также еще найдете весь спектр самых популярных добавок и аксессуаров для тренировок. Переходите по ссылке в описании на сайт Добромильфит и получайте лучшие результаты на тренировках. Теперь поговорим в сотый раз об отжиманиях на скамье. Как часто бывает, когда я демонстрирую следующее упражнение, люди бывают шокированы, когда я говорю им, что постановка ладоней имеет значение. А некоторые вовсе говорят, что Джефф против этого упражнения. Нет, ребята, оно классно, если правильно располагать руки на скамье. Потому что это важно, это очень важно для здоровья ваших плеч. И если вы не будете обращать внимание на то, как располагаются ваши ладони, то естественным образом пальцы будут стремиться ухватиться за край скамьи и будут направлены прямо вперед. Это приводит к тому, что плечо упирается в переднюю капсулу, что и вызывает избыточное напряжение в плече. Которое может привести к дискомфорту или травме. Если добавить еще и такое положение и вес, то риски возрастают многократно. Поэтому исправить ситуацию можно просто развернув ладони наружу. Это очень тонкое, но простое изменение. И оно поможет вам правильно выполнять упражнения. Потому что делая это, я раскрываю плечи. Они получают больше внешнего вращения. Это не уменьшает ничего из того, что происходит с моими трицепсами. На самом деле, я бы сказал, что трицепс сокращается даже лучше. Но факт в том, что вы не должны продолжать портить себе жизнь. Потому что мы хотим сохранить плечи здоровыми, пока пытаемся накачать трицепсы. Далее у нас есть свинги или махи с гирей. Кто-то скажет, зачем оно. Но это одно из лучших упражнений для здоровья поясницы. Ребята, берите на вооружение. Часто неправильно выполняемое упражнение с гирями. Которое на самом деле можно делать и с гантелями. Но не менее неправильно. Это еще один пример, когда наше тело ищет легкий выход. Если у вас недостаточно сильный ягодичный, то угадайте, что. А у большинства из нас их и нет, кстати. Тогда тело будет по кинетической цепи искать помощи где-то еще в ногах. И это относится к квадрицепсам. Поэтому вместо того, чтобы отклоняться назад, как это нужно делать, многие люди просто приседают и приводят движения к квадрицепсам. Тем не менее, это не единственная проблема с этим упражнением. Мы часто фокусируемся на движении гири, в то время как на самом деле оно должно просто идти вверх по инерции. Таким образом, вы начинаете фокусироваться на подъеме гири через пространство, включая свои плечи. Вы не должны беспокоиться о том, чтобы поднимать эту гирю дополнительно своими плечами. Вам просто нужно перемещать ее с помощью правильного разгибания бедер вверх. Здесь вы видите то, что я не включаю квадрицепсы. Я стараюсь отставить таз максимально назад, а затем делаю рывок и позволяю гире двигаться так, как ей нужно. С каждым последующим правильным повторением и хорошей биомеханической эффективностью гиря или гантеля будет подниматься все выше и выше. Но вы не пытаетесь активно ее поднять за счет плеч. Вы просто позволяете своему телу делать то, что оно хочет, то, что ему нужно. А это естественная работа. А далее у нас отжимания на брусьях. Возможно, самое вопиющее, но я могу сказать вам следующее. Мы все там совершали ошибки. Мы все отжимались неправильно, и на это есть причина. Наше тело хочет выполнять упражнение именно так, потому что когда мы разводим локти в стороны под углом 90 градусов или выше, мы сокращаем дистанцию при отжиманиях. Наша голова, как правило, наклоняется вперед, что создает иллюзию того, что мы действительно достигли конца повторения. В то время, как наши трицепсы и грудные проделывали чертовски мало работы. Если бы вместо этого мы поставили локти так, как нужно, в положение под углом 45, ну максимум 60 градусов, и наклонили корпус слегка вниз, а не чуть ли до параллели, как советуют разные гуру, то это создало бы более длительную и естественную амплитуду движения. Сделало бы упражнение более сложным, но знаете что, более полезным. И это можно подтвердить, просто попробовав выполнить упражнение таким образом. Если бы вы хотели толкнуть что-то с максимально возможной силой, то как бы вы это сделали? Развели бы локти вот так, или свели локти чуть ближе к телу? Думаю, многие из вас знают ответ на этот вопрос, но если вы не знаете, посмотрите сами и попробуйте. Суть в том, что при правильном выполнении этого упражнения, мышцы, которые вы хотите нарастить в первую очередь, начинают работать так, как они должны работать, и вы избегаете чрезмерного внутреннего вращения и подъема, чрезмерной перегрузки плеч и локтей, которая возникает при неправильном выполнении. Кстати, об упражнениях. У меня есть еще видео о 8 упражнениях, которые многие делают неправильно. Обязательно к просмотру для полной картины в голове. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и тогда мы с вами увидимся в следующем видео.